Здравствуйте, мои дорогие друзья! Я купила еще один потрясающий сорт, просто фантастический. И, кроме того, узнала способ, как покупать целую огромную фиалку еще и дешево. Вот смотрите, какие есть варианты дешевой покупки фиалки. Вот, пожалуйста, желтенькая. Но она выцветает до белого. Она была такая зацветшая, очень-очень с желтой серединкой яркой. Сейчас вот здесь на синеньких цветочках еще видна эта желтая серединка. А здесь она немножко выгорела. Вот этот сорт называется Мадам Клико. Желтый цвет выгорает. Вот на новом он есть. Вот желтая серединка такая на лепестках. Потом она цветет, он выгорает. Вот она у меня уже где-то недели две. Купила я ее как отцветающую. То есть, вот имейте в виду, отцветающая фиалка, ой, она стоит намного дешевле. Вот именно вот в таких коллекционных магазинчиках. И это очень заманчиво, потому что уже видно, как она цветет, какая она интересная. Вот. И, конечно же, дешевый вариант покупать вот такие детки. Вот эту детку я купила где-то полтора месяца назад. Она была маленькая. Ну вот, я купила опять детку. И она уже даже зацвела. Она была с бутончиками. Это тоже все дешевые варианты. Вот маленькие детки вот в таких стаканчиках. Вот. Вот они какие стаканчики. А я пересадила, она мгновенно вот так вот вымахивает. Я пересажу буквально на днях. И вот такая потрясающая детка. Я хочу сейчас накупить пестролистных, потому что мне очень нравятся растения с цветными листьями. Но у фиалок не только листья цветные. У них еще форма листа потрясающая. Вот это называется гелл листва. Вот эта фиалка называется фиалка с гелл листвой. Совершенно такая фантастическая форма у листвы. Вот это супер блэк. Какое-то японское слово. Вот это все миниатюрки у меня. Вот это миниатюрка каменная роза. Месяц уже цветет и цветет и цветет. Вот у нее желтая кайма и такие вот лимонные листья в середине. Вот это получается стандарт называется мадам клико. А вот я купила совершенно уникальную. Тут листья не менее красивые, чем у пепперомия. Называется владычица морская. И вот сейчас дело к праздникам. А не попросить ли у этой владычицы морской исполнить какое-нибудь интересное желание. Самое удивительное, это, конечно, форма листьев. Вот такая, как морская пена. Гребень волок. Кальма еще и розовая, не только белая. У листьев. Но очень интересная. И вот тут один листик. А, сейчас я покажу. Вот это не листик, это как будто бы камешек такой морской. Я поставила его укореняться в воде. Не знаю, получится, не получится. Но вот такая владычица морская. Вот, из-за формы листьев, мне это кажется нереально красивым. Простота ухода у меня просто приводит в восторг. Смотрите, как придумано здорово. Это вот мне все рассказали в этом чудесном магазинчике. Вот нитка. Вот баночка стоит с водой. И вот такое кашпо все вот так поставили. И забыли, что за фиалкой нужно ухаживать. По-моему, это великолепная идея. Поэтому я тихонько у владычица морской попрошу исполнить кое-какие желания. Цветочное, очень хорошее. Вот. И еще покажу фиалочки, которые мне не хочется лишний раз трогать. Я растения, которые только-только начали расти, я боюсь их лишний раз переставлять. Они только сориентировались, где свет, как им вообще расти. И вот эти перестановки, я думаю, им не на пользу. Сейчас покажу. Вот это тоже детка, закарпатские узоры. И во вчерашнем видео это был совершенно фантастический. Какой-то окраски. Такой цветочек. Пышный-пышный. Очень красивый. Невероятный. Вот. Фиалочки меня, конечно, очень вдохновляют. Пепперомия решила у меня расти. И еще вот такую я купила интересную. Я о ней мечтала, но вот решилась ее купить. Очень надеюсь, завтра побегу в этот магазин. Вдруг за неделю у меня все-таки случится чудо. И та шикарнейшая пепперомия меня дождется. Я в магазине вместо пепперомии купила эхмею. Хотя пепперомия была просто потрясающая. Вот. Пепперомия, конечно, это чудо. Очень интересные у них листья. Но, получается, и у фиалки листья тоже очень красивая форма. А вот это мои гипиастромы, с которых все началось. Ровно год назад. У меня не было ни одного цветочка. И вот гипиастромы решили все-таки проснуться. Я купила их в сад. Хотела весной посадить, но они не пожелали. Они начали просыпаться. И я вот их посадила и начала снимать. И вот в этом году опять у меня уже они просыпаются. Бутончики выбрасывают. Очень мне это нравится. И все-таки кое-какие растения у меня как-то растут. Особенно сингониумы. Афиландра как-то подает надежды. Пока что не пропадает. Фитония пока жива. Стрептокарпусы вот так цветут классно. И замечательно цветут колонхоя. Колонхоя рождественник. Я от них просто в восторге.